В эфире студия Репортер. Меня зовут Валерия Володина. Здравствуйте. В Одессе прошел региональный форум национальной платформы «Женщины за мир». Подробнее об этом нам расскажет народный депутат Украины от фракции «Оппозиционный блок» Наталья Королевская. Здравствуйте. Здравствуйте. Уже не первый раз «Женщины Одессы» собираются. Много ли участниц было на этот раз и что, собственно, обсуждали? Сегодня сюда приехали делегаты со всех областей Юга Украины. Это Херсонская, Николаевская и Одесская область. 250 делегатов, женщин. Обсудили социально-политическую ситуацию в стране. И главная цель встречи была, каким будет бюджет на 2018 год. Мы детально проговорили тот бюджет, который предлагает правительство принять. То, что было рассмотрено в первом чтении в парламенте и готовится к принятию ко второму чтению. И также, конечно, обговорили пенсионную реформу, реформу образования и здравоохранения. Вот чтобы наши телезрители понимали, бюджет 2018 года. Основные положения, которые у вас вызывают наибольшую дискуссию. Чего следует опасаться? Вот знаете, как женщины в основном всегда завидуют семейными бюджетами. И мы знаем, что бюджеты в основном сегодня такое время, когда они ограничены. На все денег, конечно, у семьи не хватает. И мудрость женщины заключается в том, чтобы с небольшого ресурса найти возможность и ребенка накормить, и в школу собрать, и семью содержать, ну и выжить. Что сегодня стоит главная задача перед всеми. Поэтому нет такой женщины в нашей стране, которая, знаете, получит зарплату свою, мужа. И скажет, ну вот же есть деньги, да, пойду куплю себе сережки на весь доход месячный. А там будь как будет. Женщина достаточно ответственна. Что сегодня происходит в стране? Вот у правительства есть ресурс, государственный бюджет. Там немного денег, да, но они есть. Что они делают? Они говорят, вот это мы отправим на содержание себя любимых. На содержание правительства, Верховной Рады, поднимем зарплаты, поднимем штаты. Создадим еще парочку органов, там, так званых контролирующих, которые между собой потом будут разбираться, кто из них лучший контролер. Построим стену Яценюковскую, продолжим строить. Отремонтируем дворцы, памятники архитектуры. Придумаем еще какие-то затраты. То есть правительство делает вид, что вот все хорошо. То есть они увеличивают финансирование силовых органов, административных органов. Но при этом они забывают, что их главная функция, главная задача сегодня это что? Это дать людям возможность получить свои заработанные деньги и те социальные выплаты, пособия, компенсации, которые мы обязаны по законам. При этом правительство говорит, минимальная пенсия на следующий год будет 1343 гривны. Возможно выжить на эти деньги? Да нет, ну вот никак невозможно. Следующее они говорят, минимальный прожиточный уровень в следующем году будет 1700 гривен. И тут же по расчетам, по расчетам Министерства социальной политики этого же правительства, они говорят, но по методологии прожиточный минимум должен быть там 3500 гривен. Но мы дадим только 1700, то есть в два раза меньше. То есть человек полмесяца, пенсионер может с голоду не умереть, как-то там сводить концы с концами, а вторые полмесяца он будет просто вынужден лечь, потому что денег ему уже никто не собирается платить. Дальше минимальная зарплата. Говорит, ну вот мы дадим 3500 гривен и все. А инфляция, тарифы, цены, абсолютно все остальное, оно идет своим чередом. И поэтому мы, женщины, сначала собрались все в Киеве, депутаты всех областей, городов Украины и подготовили альтернативный проект бюджета. Вот как бы мы сегодня распределили бы, как бы мы сегодня управляли бы теми ресурсами, которые есть в государстве. Мы все понимаем, их мало идет, война, сложная ситуация, но не есть. И вот мы говорим, мы расставили следующий акцент. Первое, пенсию мы считаем сегодня нужно сделать не менее 3500 гривен. И мы показываем за счет чего, как и где эти деньги взять. Дальше мы говорим, минимальную зарплату нужно сделать не менее 5000 гривен. И мы показываем за счет каких статей это сделать. Потом мы говорим, прожиточный минимум сегодня не может быть в стране меньше, чем 3200 гривен. Потому что от прожиточного минимума считаются все социальные выплаты, все компенсации. И мы показываем за счет каких ресурсов это нужно сделать. Мы собрали инициативу всех женщин, посчитали, показали, зарегистрировали это предложение в парламенте. После этого есть всеукраинская ассоциация многодетных мам. Она очень серьезно представлена в Одесской области. И вот самые инициативные мамы, у которых по 8, по 10 детей, они также пришли с инициативы. Говорят, вот вы понимаете, в чем проблема. Идет война, гибнут люди, гибнут военные. Более 10 тысяч погибших. Но в чем еще самая большая у нас проблема? У нас на протяжении последних трех лет ежегодно на 100 тысяч детей стало меньше рождаться в стране. То есть вот мы за три года минимум 300 тысяч просто побоялись люди рожать. Что нам нужно сделать? Бояться условия. Условия. И нет никакой поддержки. Потому что три года назад правительство Еценюка отменило абсолютно все выплаты, которые были по детям до трех лет. Социальные выплаты для садиков, для школ, поддержка одиноких мам. И те выплаты, которые были раньше при рождении ребенка, их сократили больше, чем в три раза. То есть сегодня родить ребенка тебе будут платить 816 гривен, по-моему, в месяц. Но мы же понимаем, что на 816 гривен в месяц на ноги ребенка никак. Это даже какой-то минимум тебе не хватит. Поэтому мы предложили, что давайте вернем те выплаты, проиндексированные согласно изменениям курса, которые были на 2013 год. Ведь тогда у нас уровень рождаемости был один из лучших в Европе. А сегодня он самый худший. Тоже посчитали, что для этого нужно, какие ресурсы. Подготовили законопроекты. Наши женщины активные. Они поехали в парламент, встретились с председателями профильных комитетов, с депутатами. Профильные комитеты поддержали наши инициативы единогласно, за них голосовали. И вот теперь мы по всей стране проходят у нас такие региональные конференции, где женщины добавляются туда требования, расставляют акценты. Мы понимаем, что вот всех хотелок сегодня не удовлетворить, так как мы женщины достаточно прагматичные. Мы расставляем, что важно. Мы сегодня считаем, что самое важное – это защитить детей, женщин и стариков. Это вот те три самых важных акцента, на которые мы делаем сегодня упор. И вот женщины Одессы единогласно сегодня приняли резолюцию, обратились к депутатам, к правительству, с тем альтернативным проектом, который у нас есть. Вот на форуме всегда особое внимание уделяется как раз-таки социальной защите детей и матерей. И я знаю, что есть два законопроекта, к которым вы имеете непосредственно отношение – усиление социальной защиты детей и семей с детьми и законопроект о детях, пострадавших в зоне боевых действий. Почему эти законопроекты так и остаются законопроектами и не становятся законами? Знаете, это вот уникальная ситуация в нашем парламенте. Тут нет такого впечатления, что люди, которые там сидят, они, по-моему, за стены просто парламента, каких-то комфортных кабинетов вообще не выходят. И они в теории даже не понимают, что вот сегодня родить и поставить на ноги ребёнка, ну, в принципе, невозможно. Из-за этого падает рождаемость, из-за этого сегодня молодёжь, не видя какой-то уверенности в завтрашнем дне, понятно, старается подождать. А ведь так устроены эволюционные процессы, что тот, кто не родился сегодня, до завтра ты это время уже не наверстаешь. И поэтому те законопроекты, которые, я говорю, единогласно поддержаны профильными комитетами, более 30 депутатов соавторами являются этих проектов. То есть это не отдельные политические силы, да, это разных политических сил, где женщины уговорили парламентариев лоббировать вопрос защиты детей сегодня. И, конечно, самая такая обидная ситуация, когда вот дети, которые проживают непосредственно там на линии разграничения, да, дети-переселенцы, вот им за 4 года даже вот статус не дали, да, не говоря уже там о каких-то там льготах, связанные были бы там психологической, медицинской помощью. Вот я постоянно там несколько раз в месяц едем с женщинами с гуманитарными миссиями туда, в серую зону. То есть мы везем помощь, оказываем юридическую поддержку, моральную поддержку, психологическую. Но ребенок, вот идет ранение в голову, да, вот всем селом там, всеми благотворительными фондами мы собираем, чтобы ребенка вылечить, чтобы там, дай бог, сохранить его здоровье. После этого у ребенка должны быть курсы реабилитации, ведь это уже ранение, которое он получил, и травмы на всю жизнь. То есть у него должен быть государственный статус и внимание, поддержка со стороны государства. Но семья остается один на один с этой проблемой, и просто там, благодаря небезразличным людям, выживают и как-то сохраняют жизнь ребенку. И это не вчера же произошло, это уже все четвертый год подряд идет. И поэтому вот женщины тоже объединили усилия, нас заверили в профильном комитете буквально на прошлой неделе, что эти законопроекты будут выноситься в парламент. Но пока вот представители коалиции, они занимают такую позицию, как бы у них все хорошо. Пока у них в приоритете, наверное, другие вопросы. Да, деньги у них, как бюджет все себе, больше они никого не видеть, не слышать, не хотят. Но я абсолютно уверена, что эта ситуация, она изменится. И уже, знаете, как пережили 4 года, будем надеяться, что следующий год, это будет год последний для этой власти, и что выборы все-таки кардинальные, мы все для этого будем делать, чтобы изменить ситуацию. И вот сегодня как раз одесские женщины вышли с такой инициативой, которая единогласно была поддержана. Знаете, вот у нас мы все ждем, что кто-то вот придет и порядок за нас наведет, что кто-то где-то есть гениальный человек, который вот знает, как сделать, и вот он это сделает. Но одесские женщины, они простые, они говорят, слушайте, ну никто за нас дома посуду грязную не помоет, да, даже самый лучший сосед не придет и работы эту делать не будет. Также и в политике, и в общественной деятельности, ну можно мириться со всем, что происходит, молчать, бурчать на кухне, ворчать, но оставаться в стороне и заниматься, ну так вот, тихо наблюдать. А сегодня тихо наблюдать, это равносильно тому, что поддерживать то, что происходит. Ну вот активные одесские женщины, женщины юга, они вот приняли решение, что мы больше не будем стоять в стороне, мы никаким образом не хотим содействовать вот тем процессам от власти, которые происходят, потому что у них задача сегодня, знаете, посеять какую-то депрессию, безразличие, чтобы люди смирились, что вот так вот плохо, так и должно быть, и слава Богу, там, что день прошел, и слава Богу. И вот сегодня они проинициировали создание женской школы лидерства, потому что мы добьемся того, чтобы были зафиксированы женские квоты в политике и в административных должностях, и к этому времени мы сделаем все, чтобы женщины получили такие политические, общественные лифты, подготовленные уже были. Главное, чтобы не было желания, потому что многие женщины, потому что дом, семья, масса обязанностей, и вот они не проявляют свою активную позицию, то есть мы найдем те мотивации для женщин, чтобы не оставаться в стороне. Вот сегодня большой женский фронт, он, я уверена, будет организован, и женщины активно примут участие как в выборах, так и во всех других процессах управления государством. Потому что мы намного лет отдали власть мужчинам, можно сказать. Ничего хорошего не получилось. И как увидели, да, что кроме когда вести все это дело до уже таких жертв, до войны, до колоссального противостояния, ну, на больших, к сожалению, такой мужской такой характер, они воины по натуре своей, на большие они сегодня не способны. Поэтому вот женщины Одессы сейчас абсолютно вдохновились, и будем, наверное, в Одессе будет первый филиал в женской школе лидерства подготовки к тому, чтобы женщины именно реализовывали себя уже во власти, и мы сами вымоем всю посуду и уберем в стране. Это приятно, что в Одессе будет именно первый филиал. Неоднократно в этой студии мы обсуждали, что будет, если пенсионная реформа, медицинская реформа будут приняты, приняли. Что теперь делать? Вы знаете, вот когда только обсуждали пенсионную реформу, я одна из первых, когда начала бить в набат и говорить, что это великое вредительство, которое повлияет на жизнь миллионов пенсионеров, нынешних и будущих. Особенно будущих. Да, особенно будущих. В названии законопроекта было написано «Законопроект о повышении пенсии». И вот дальше было содержание этой пенсионной реформы. Я когда своим коллегам-депутатам объясняла, какие вредные вещи несет, насколько она несправедлива, они говорили, ну вы же видите, Антонина, тут написано «Повышение пенсии», поэтому мы за это будем голосовать. Ну, так как хорошо, что кто-то хоть название читает, на большее, там, у многих, к сожалению, не хватает ума, они это проголосовали. По инициативе также платформы «Женщины за мир» мы собрали 50 подписей народных депутатов и обратились в Конституционный суд, чтобы эта пенсионная реформа в части отменили право выхода на пенсию досрочную учителям, врачам, соцработникам, в части повышения страхового стажа, в части пересмотра коэффициента с 1,35 до 1 была отменена. Ну что, в чем ее колоссальнейшая несправедливость, например, для нынешних пенсионеров? Люди проработали по 20, 30, 50 лет, огромный страховой стаж, огромное количество налогов ими уплачено было в пенсионные фонды. Сегодня что сделали? Люди разделили на два класса, да, кому-то подняли на 6 тысяч гривен, пенсию, а кому-то подняли на 60, 100, 200, до 1000, кому-то вообще не подняли. И одним людям они будут вынуждены выживать на полторы-две тысячи гривен, у кого-то заслуженное, и мы это поддерживаем, пенсия будет 10 тысяч гривен. То кому подняли, это хорошо, но насколько несправедливо поступили со всеми теми людьми, кому по документам теперь сказали, вам больше ничего не должны, и на 2-3 года заморозили вот эту минимальную пенсию, на которой невозможно выжить. И в этом мы требуем, что индексация должна проходить без изменения коэффициента. Вот если бы сохранили коэффициент 1,35, то всем бы подняли пенсию от 3 тысяч гривен. А так как они его изменили, вот это было мошенничество со стороны правительства, именно наказать людей и не повысить им пенсию. Вот здесь мы в этой части боремся, чтобы вернуть старые коэффициенты, чтобы всем людям пересчитали пенсию. Также мы обратились в Конституционный суд по поводу реформы образования, потому что, ну, знаете, как лозунг этой власти сегодня, это чтобы люди в нашей стране были бедные, необразованные, нездоровые и не доживали до пенсии. Вот это та программа МВФ, которую они сегодня реализуют. Они берут кредиты, за эти кредиты они рассчитываются просто будущими, нынешними пенсионерами, молодежью и всеми здоровыми людьми, потому что, ну, то есть вылечиться и получить какую-то медицинскую помощь будет после этой реформы нереально. Поэтому все эти три реформы мы будем отменять через Конституционный суд. И, понятно, придя к власти, мы их также точно отменим, как они их приняли. Как Вы думаете, какие шансы, что эти реформы, если не будут отменены, то хотя бы будут пересмотрены? Они маловероятны, потому что все эти реформы они принимали под бдительным вниманием Международного валютного фонда, взамен на полученные кредиты. И поэтому правительству просто наплевать, что и как они вредят здесь людям. МВФ, понятно, здесь чиновники этой организации не живут, и поэтому они там по шаблону дают нам эти предложения. А депутаты, к сожалению, сегодня они все там повязаны в этой власти своими коррупционными скандалами, страхами перед контролирующими органами. Они голосуют за все, на что получают такое указание. Будем надеяться, что в ближайшее время ситуация изменится. Мы верим в то, что в ближайшее время будут выборы, и верим в то, что состав парламента, он значительно изменится. Я надеюсь, что женщины Одессы и всей Украины будут услышаны. Будут и услышаны, и представлены в следующей власти, я вот в этом не сомневаюсь. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Я напоминаю, что у нас в гостях была народный депутат Украины Наталья Королевская. Меня зовут Валерия Володина. До встречи на репортере. Спасибо.